Всем привет на канале щелкунчики. Кто там просил болтательное видео? Я вас услышала. Сегодня у нас небольшой обзор покупок. Кое-какие расходные материалы у нас закончились или вот-вот закончатся. В том числе и корма, но никак мне не удается купить нормальный корм для Дегу. Была на розетке акция на Авитокрафт и Моушен Бьюти. Я его заказала, пришла забирать, а мне выдают меню Витал. Оказалось, мне там что-то на сайте напутали. Ну, короче, я от него отказалась. Поэтому обзор сегодня без кормов. Благо у меня остался купленный еще в феврале Лоло Пэтс, который мне все не доводилось распаковать. И вот спустя 4 месяца появился повод. Я сниму распаковку отдельным роликом. Но давайте вернемся к покупкам. Подходит к концу у нас песок для купания. Обычно мы используем Витакрафт, но на той же розетке я увидела варианты отецных песков. И мне захотелось попробовать. Зачем платить немцам за песок, если циолит добывают и у нас? Купила две упаковки по 2 килограмма разной фракции. Этого количества песка мне на год точно хватит. Пудра для купания стоила примерно 5,5 долларов, а песок 4 доллара. Я буду называть ценные в американских долларах, потому что по статистике нас смотрят зрители из разных стран и будет проще использовать международную валюту. Еще я заходила по делам в эпицентр и решила взять упаковку деревянной шерсти. Более подробный обзор на нее есть на нашем канале. И такая большая пачка стоит 3,5 доллара. Их хватает ее очень надолго. Мы прошлую пачку купили в декабре, а сейчас почти июль. И вот сколько шерсти еще осталось. Вот такие лакомства там же я нашла. Тут в составе сушеная тыква и ее семечки, травяной и зерновой гранулят. Стоила такая малютка меньше доллара. Тоже не смогла не купить чего-то для рыбок. В нашем эпицентре, к сожалению, маленький зоотдел и в основном там товары отечественного производства, то есть дешевые. Такой пакетик корма для гупи стоил 20 центов. Я забыла, что купила там же травяной гранулят похрустеть дегусом. Нашла его случайно и вставила в видео позже. Это просто сено в гранулах, там было такое же еще люцерны, но я взяла траву. Цена меньше доллара. И завершает наш обзор покупка в АТБ. Это аккумуляторы холода. То есть обычно в жару мы охлаждаем клетку бутылками со льдом, обмотанной полотенцем. И в принципе эти аккумуляторы работают по такому же принципу. Но они маленькие, плоские и, если честно, цена была очень соблазнительная. Два аккумулятора стоили 1 доллар. Я не смогла пройти мимо. Предлагаю угостить Дашу кусочком тыковки и поднять еще одну тему. Да, нас уже тысяча. И да, я очень вам благодарна за это. И мы, как и обещали, готовим розыгрыш колеса. А точнее само колесо. Процесс немножко затянулся, но я надеюсь, через пару дней будет готово. Спасибо вам за подписки и просмотры, и лайки, и дизлайки, и критику, и вопросы. За все спасибо. И до новых встреч. Пока. Пока.